Любой дом со временем ветшает. Даже недавно введенный в эксплуатацию многоэтажки, уже через год может потребоваться частичный ремонт. Не говоря уже о тех домах, которым 40, а то и 50 лет. Откуда брать деньги на содержание жилых объектов? Для решения этой проблемы внесены изменения в ЖК РФ. Для того, чтобы провести капитальный ремонт, нужны деньги. Согласно жилищному законодательству, на капитальный ремонт оплачиваются собственниками. Не всегда получается собрать деньги собственников, чтобы провести какой-то капитальный ремонт. Поэтому, согласно федеральному закону 271, было принято решение о сборе денег на капитальный ремонт. Согласно постановлению правительства Московской области, на тариф установлен для нашей Московской области 7 рублей 30 копеек с квадратного метра. Новая строка «Взносы на капитальный ремонт» появится в квитанциях с 1 мая. Но принять решение о том, каким образом копить деньги на такой капремонт, собственники жилья многоквартирных домов должны до 1 апреля. У нас в районе сформирована краткосрочная программа капитального ремонта. То есть, определены объекты органами местного самоуправления, органами власти, какие дома нам в первую очередь надо ремонтировать. И трехгодичная, краткосрочная трехгодичная программа, куда внесены все объекты, которые требуют капитального ремонта. Это все можно посмотреть на сайте МинжКХ. И это будет, естественно, вывешено на сайте Раменской управляющей компании и города. Важным моментом в жилищном законодательстве является также право выбора управляющей компании. С этой целью собственники жилья проводили собрания и заключали договоры. Многие дома, у нас их в управлении больше 700, значит, уже подписали договора об управлении с нашей управляющей компанией. Те, кто не определился, еще есть время в течение двух недель определиться. Еще одним направлением деятельности Раменской управляющей компании является установка информационных табличек. Их размещают во дворах многоквартирных домов с целью доведения до собственников актуальной информации. Эта информационная табличка содержит на сегодняшний день информацию об управляющей компании, которая обслуживает данную территорию, с указанием фамилии, имени, отчества руководителя, контактных телефонов, также контактных телефонов служб аварийных городских. Это у нас центральная информационно-диспетчерская служба 05, а также городских служб, в которые жители могут обратиться в случае каких-то, скажем, ситуаций неадекватных, неординарных, скажем так. В Раменском установлено порядка 20 подобных табличек. Более того, в ближайшее время в густонаселенных местах появится еще 8 информационных счетов большего размера. Евгений Мякишев, Сергей Григорьев, Ольга Захваткина. Для программы Городские вести.